Я начинал обучение еще в старой, так сказать, советской медицине, военной медицине в моем случае. Словосочетание «панические атаки» отсутствовало в лексиконе врачей. Для психиатров, я с начала 90-х работал уже на отделении неврозов клиники психиатрии в Эмсенской академии, панические атаки воспринимались как невроза, эпохондрического невроза, с приступами тревожными, генерализованные тревожные расстройства и так далее. Это прямо охарактеризовалось как психическое заболевание из медицинской номенклатуры. Я параллельно учился на врача общей практики, как военный врач должен все уметь делать. Там было заболевание, векция осуществления дистонии. У меня было какое-то странное состояние. Я изучаю психиатрию, там описываются все, пациенты такие и так далее. В клинике внутренних болезней, там описывается вся симптоматика, страх смерти, множественные симптомы и так далее. Викососудистая дистония. Странно, тут невроз, здесь викососудистая дистония. Непонятно, как их лечить от другого? У меня на втором курсе случились, или даже конец первого был, у меня начались панические атаки, кризис викососудистой дистонии. Они были очень забавные. Я очень быстро бегал, но не очень быстро, но быстрее всех. Тренировался для этого. Добегал до конца дистанции, и у меня случался приступ. То есть, у меня плохо, у меня только голова, у меня казалось, что сердце куда-то не стучит или перестает стучать. Думаю, какой-то ужас. И вот три километра пробегу дистанцию, у нас там разные. Три километра, пять, семь километров, десять. Три у меня сразу аккурат после трех километров приступ. Пять пробегу после пяти километров приступ. С точки зрения сердечных заболеваний, я это изучал, невозможно. Напрямую всегда сердечные заболевания соответствуют. Насколько у тебя зажат сосуд атеросклеротической бляшкой, настолько у тебя и хватает пробежать. Кому метр, кому два. Кто вообще встал с кровати, уже началась стенокардия. Странно. Но мне поставили диагноз. Я пошел, мне санчасть, все, культурно. Мы встали, посмотрели. Все, их сосудистые стадии, там какую-то группу, что-то, все, помирали. Я вообще в каком-то дне не понял. Вот это вот клиника. Я, значит, стал внимательнее читать учебник, выбирая поэты. И там была написана гениальная фраза. Вот это все описание, определение болезни. Ну, там обычно такое коротенькое. Раз, два, три, пятый. А тут такое на пол листа. Вот с описанием всей этой картины клинической, там внизу написано. Значит, без функциональное расстройство, без соматических, ну, типа, без, в общем, соматического страдания. Ну, то есть, все хорошо. Ну, то есть, иными словами, лист, значит, описана болезнь. Потом говорят, ну, это функционально. То есть, это, ну, как бы, живите с этим. Я думаю, какой-то маразм, какой-то бред. И потом я подумал-то, ну, а на меня же похоже. Ну, если бы у меня было соматическое страдание, то у меня, я бы прибежал три километра, и уже бы я пять не стал бегать. Ну, просто я бы, может, побежал, но умер бы на трех. Вот. А я чего, три, пять могу, и десять. И как-то стало проясняться, что это какая-то чушь. Вот это. Вот. Ну, и потом, конечно, советская медицина, так сказать, трансформировалась. У нас стали приходить эти новые классификации. Ну, вот. Но к этому времени уже было понятно мне, что лигецосудистая дистония — это никакое не соматическое заболевание, это именно психическое расстройство. И то, что оно отдельно, вот как-то мощно не выделяется в области психиатрии, просто потому что такие пациенты до психиатрии не доходили, они считались. Просто более тяжелые случаи доходили. Вот. Но они уже получали диагноз кофобического расстройства, типа невроза, агорофобии и так далее. То есть люди там годами не могли выходить из... И у меня были такие пациенты, которые там 20 лет не выходили из дома, ожидая, что с ними случится какой-то приступ и так далее. И, да, собственно говоря, я в свое время возглавил эту борьбу с диагнозом векисосудистой дистонии, вот, с докладами, с вступлениями, с книжкой, которая первого этапа выпустила средства векисосудистой дистонии. Вот. И лечение ее, как выяснилось, в общем, не представляет вообще никакой сверхъестественной сложности. Вот. Она требует, конечно, некой дидактической точности, вот, и некой последовательности действий, и, как бы, системности подхода, вот, и системности понимания этого состояния. Вот. Но, в целом, оно не представляет собой никакой нерешаемой задачи. А раньше несчастным пациентам с этими заболеваниями говорили, то что, ну, нет, это не лечится. Это навсегда. Они думали, что это все, конец приговор. Я просто столько приходилось работать с этими гидрогениями. То есть, это, когда врачи, не понимая, ляпнут чего-нибудь несчастному человеку, он из своего ужаса, понимаете, из своего страха смерти услышит это. И он, это, поверьте, совершенно по-разному. Врач думал, что он его успокоил. Ну, в смысле, не лечится, в смысле, не надо лечиться, все хорошо, будь здоров, гуляй, ты как здоров. Вот. Я думаю, да, что такое, это не лечится. А если ты думаешь, что ты умираешь, тебе говорят, это не лечится, звучит иначе. Вот так. Сейчас хоть, слава богу, этого стало меньше, но зато панических атак, как таковых, стало больше. Вот. Потому что люди, по крайней мере, теперь понимают, что такое может случиться. Их в кино им это показывают, понимаете. Это ужас. Они это видят в кино, и дальше мозг, он воспроизводит, как бы, эти сами, как бы, игры, когда он это видит. Потому что для него это становится, как бы, форма переживания, стресса, который он испытывает. А поскольку все испытывают стресс, ну, вот, их мозг подсознательно говорит, ну, давай, начни, отдыхайся, умирайся, там и так далее. Панические атаки в кино. Кошмар. Вот. Учат людей. Представляете, какое дело. Вот. А потом они приходят вот это. И кто, кто им должен заниматься? Врачи общей практики говорят, вообще это вы не наши. Это идите к психологу. К психологу одни идут. Психолог не обучался тому, как работать с паническими атаками. Потому что в психиатрию-то ее, в пятом этом, придумали в какой-то момент, будем давать атипичные антидепрессанты, селективные гибиторы обратного захвата серотонина. Будем лечить. А не депрессию, это плохо лечат. А паническую атаку они лежат вообще никак. Ну, а что делать? Написали, пролоббировали эти фармацевтические компании, ввели это как лекарственную терапию панических атак. И вроде человеку удали, и он принимает там три года антидепрессанты с паническими атаками. А за 10 занятий вылечивается. Ну как? Что это такое? Но зато все. Индустрия работает, заводы пыхтят, пациенты страдают. Все, как мы любим, прекрасно. Кошмар. Но можно. Для этого вообще не беном Ньютона, не беном Ньютона. Точно, я вам говорю, все лечится.